Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Клин Адреналин. Я Артём Мельников, расскажу вам о самых значимых и интересных спортивных событиях города. Итак, сегодня вы узнаете. Когда в Клину пройдет Кубок Конфедераций? И каждая команда будет представлять какую-то сборную. Где в городе теперь можно изучить самбо и дзюдо? Дети изначально будут учить страховки, падения, чтобы у них не было травм. Чем запомнился очередной фестиваль ГТО? На самом деле было, как бы сказать, трудно, но и не трудно. Так средненько. И где проходят самые жаркие футбольные дерби планеты? Этим летом в России пройдет футбольный Кубок Конфедерации, на который приедут лучшие сборные всех континентов. У нас в Клину тоже пройдет свой аналогичный турнир с болельщиками разных стран и национальным колоритом. Подробности в следующем материале. Во время тренировки такую картину можно наблюдать довольно часто. Франц Чепелевский, как старший брат для этих трехлетних мальчишек, залезут на тренера и слушают, что он им говорит. За три месяца они привыкли друг к другу. Если на первых тренировках в глазах детей иногда наблюдалось беспокойство и непонимание, то теперь все иначе. На работу и с работой даже работать назвать нельзя, то есть иду с улыбкой. То есть и тренировочный процесс, детей я так люблю, проходит вообще. Только на позитивных эмоциях, одни улыбки, радость. То есть все прекрасно. Сейчас юные футболисты уже хорошо знают, что такое мяч и куда его бить. А ребята постарше даже успели завоевать свои первые кубки и награды. Родители за тренировками наблюдают со стороны, ожидая, когда их чадо забьет гол. Но для них это не самое главное. Важнее, что в таком возрасте ребенок уже при деле. Мы отдали с трех лет, потому что он с двух лет нас занимался в другом городе. Ему очень нравится. И с Женей, конечно, у нас намного лучше. Действительно, хорошая наставка. Нравится футбол здесь? Да. А чем с тобой играть? Да. А что тебе больше всего нравится на тренировке делать? Боловой. А чему ты хочешь научиться здесь? Расскажи, пожалуйста. И играть. Во что? В игрушке. А в футбол? Старше. Наверное, самый старший, да, в группе свои? Да. Ага. Ну и как тебе вообще с ребятами здесь? Ну нормально, то что, ну, то что в руки берут мяч, не понимаю как. Как-то, ну, как вратарь должен делать. И пусть тогда берут в руки. А, ты что-то подсказываешь им как-то вот? Ну да, подсказываю иногда. Милан, Челси, Риал, Барселона, Ливерпуль и Ювентус. Название этих шести грандов дети уже знают точно, ведь каждая из групп названа именем одного из этих футбольных клубов. А совсем скоро мальчишки познакомятся еще и с названием некоторых стран. Ведь в преддверии Кубка Конфедерации им предстоит принять участие в своем международном турнире. И футбольная школа Юниор запустила совместно с Российским футбольным союзом такой проект, что во многих городах России будут проводиться 49 клубов Конфедерации. В чем смысл? Да, будут участвовать 8 команд и каждая команда будет представлять какую-то сборную. Ну, например, какие-то дети будут играть за Мексику, кто-то за Новую Зеландию, кто-то за Россию. Родители должны поддерживать мексиканцев. Но мы хотим, чтобы родители тоже подключились. Это был такой совместный праздник детей и родителей. Это яркие краски. Такой вот футбольный праздник организаторы школы хотят приурочить не только крупному международному турниру, но и к 700-летию города. Мы хотим подарить городу очень-очень яркий турнир. Да, я думаю, такого турнира еще при участии таких маленьких детей его еще не было. Увидеть малышей и их родителей с гитарами и сомбреро на голове можно будет на стадионе строительства, скорее всего, в конце мая. Кстати, можно еще успеть стать участником этого футбольного фестиваля. Главное отдать ребенка в ближайшее время на тренировки в школу юниор. Новости об успехах самбистов и дзюдоистов у нас в группе появляются нередко. Все они связаны с достижениями ребят, которые занимаются в высоковском клубе Барс. Но совсем скоро мы вправе будем ждать результатов и от клинчан, поскольку у нас в городе теперь тоже есть где изучить самбо и дзюдо. Самбо и дзюдо – два родственных вида единоборств. Кто-то скажет, что это одно и то же, но профессионал сможет с легкостью доказать, что это не совсем так. Первое и самое заметное отличие – это одежда спортсменам. Дзюдоист закутан в кимоно почти с ног до головы. Самбист одет полегче, но на ковер выходит в специальной обуви. Также стойка самбиста немного ниже стойки дзюдоиста. И это вполне логично, ведь в дзюдо запрещены захваты за штаны, пояс и болевые на ноги. А значит, что нижнюю часть тела им прикрывать особо не стоит. Главный запрет в самбо – это табу на удушающие приемы, которые в изобилии используются в дзюдо. Но если разбирать на конкретных примерах, то выглядит это примерно так. До недавнего времени эти во многом схожие виды боевых искусств в Клинском районе развивались только в Высоковске. Теперь заниматься ими появится возможность и у клинчан. В спортивном центре территории открылся набор группы для детей. Именно для детей, для начала, конечно, лучше заниматься самбо, потому что там есть приемы так же, как и за ноги. Больше можно ползать именно на коленях. То есть дзюдо – это сразу наказывается. И поэтому для начала детей мы будем учить именно самбо, потому что им там будет намного легче пристроиться к этой борьбе. А со временем, когда они уже привыкнут к самбо, мы начнем им ставить и борьбу дзюдо. Дзюдо. Группа в Клину, которая будет заниматься борьбой дзюдо-самбо – это маленькие дети возрастом 6 до 9 лет. В некоторых случаях чуть-чуть помладше. Будем смотреть непосредственно по факту ребенка. Мы будем тренироваться пока 3 раза в неделю. Это вторник, четверг, суббота. Это будут дневные группы. Потом уже потихоньку будем развиваться, будем чаще набирать группки. Дети изначально будут учить страховки падений, чтобы у них не было травм, не было никаких закрепощений во время борьбы. То есть ребенок будет изначально полноценно подготовлен физически, духовно. Он сможет в любых ситуациях показать, что он спортсмен. И в первую очередь, конечно, это дисциплина, которая присутствует в борьбе. Новости коротко. Футбольный Титан отобрался в финал Кубка Федерации Футбола Московской области. Клинский клуб вышел в плей-офф турнира, набрав 9 очков из 9 возможных на групповом этапе. А накануне в полуфинале клинчане обыграли красногорские «Зоркие» со счетом 3-2. Мечи забили Ратмир Машельзов, Виталий Кирсанов и Андрей Елисеев. В финале Титан сыграет с обнинским «Квантом». На этой неделе в Щелково завершился финальный всероссийский этап школьного проекта «Минифутбол в школу». В нем приняли участие 12 лучших команд, победители областных соревнований. Клинские футболистки 2005-2006 годов рождения заняли 8 место. На групповом этапе наши девчонки обыграли команду из Хабаровска со счетом 3-0 и коллектив из Санкт-Петербурга 9-1. Шесть набранных очков позволили клинчанкам выйти в плей-офф с первого места, где в первом же раунде они уступили соперницам из Нижнего Новгорода со счетом 2-5. В матче за 7-8 места наши спортсменки также оказались слабее хабаровской команды 0-2. В минувшее воскресенье состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвященный 80-летию города Конаково среди юношей 2009-2010 годов рождения. Помериться силами с хозяевами льда в Конаково приехали хоккеисты из Ржева, Зеленограда и Клина. В первом матче клинские хоккеисты в упорной борьбе одолели хозяев турнира. Русские медведи из города Конаково были повержены 12-9. Вторую встречу с командой Орбиты из Зеленограда наши парни проиграли со счетом 5-8. В последнем поединке клинские кайманы огорчили соперников из Ржева. Матч с командой Энергетик завершился со счетом 10-3 в пользу клинских ребят. Хозяева турнира русские медведи довольствовались бронзой, а наша команда заняла второе место, уступив верхнюю ступень пьедестала по отчету зеленоградской орбите. Воспитанники Клинской футбольной школы 2003 года рождения завершили свое выступление на турнире, который проходил на прошлой неделе в Крыму. В матче за третье место клинчане обыграли команду Евпатория в серии пенальти со счетом 6-5. На пути к бронзе воспитанники Вадима Шатальна провели несколько матчей на групповом этапе. В первой игре наши парни уступили московскому локомотиву со счетом 1-3. Затем разгромили Махачкалинский Политех 9-0, после чего сыграли в ничью с Евпаторией и московскими трудовыми резервами с одинаковым счетом 1-1. С 24 по 26 марта в Москве на базе спортивного клуба «Молния» проходил турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР. В турнире принимали участие около 200 спортсменов из разных спортивных обществ Москвы и Московской области. По итогам соревнования боксеры клуба «Виджим» взяли два золота, серебро и бронзу. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Это же отличный повод, чтобы проверить физическую форму населения. Очередной фестиваль ГТО прошел в подмосковном регионе в эту пятницу. Клин тоже стал одной из площадок, где все желающие могли сдать нормативы и проверить себя. Отжимания, приседания, подтягивания, наклоны, упражнения на пресс и прыжки. Именно в этих видах должны были проявить себя те, кто пришел поучаствовать в фестивале. По большей части это были школьники. И они шли организованными группами в полные сил и энергии. Взрослые населения еще продолжают подходить. Порядка 50 и более человек мы ожидаем сегодня. Школьники очень организованно пришли командами. И всего ребят было около 150. Сегодня мы принимаем начальную школу. 9-10 лет. Ребятки с удовольствием сдают на позитиве. И очень довольны таким праздником спортивным. Все получили грамоты, сертификаты об участии. На самом деле было, как бы сказать, трудно, но и не трудно. Так, средненько. А вот грамоты это что-то? Грамоты это уже, понимаете, понимаешь, другой человек, который смотрит, так, что ты уже достоин этой грамоты и ты уже проходил эти мероприятия. А ты прям вот гордишься тем, что ты сдавал ГТО? А ты? Да. Ну а главные награды для тех, кто лучше остальных, готов к труду и обороне, это значок ГТО. Чтобы его получить, нужно сдать все виды и показать при этом достойные результаты. Еще один этап сдачи нормативов пройдет в следующую пятницу в спортивной школе. Также приглашаются все желающие. Все мы привыкли следить за такими футбольными противостояниями, как или классиком, манчестерским или миланским дерби. Но в Европе есть такие соперничества, о которых говорят редко, ведь запоминаются они чаще всего не игрой, а жесткими битвами вне поля. Футбольные противостояния это исторически не только битва на поле, но и за его пределами. Особенно это касается команд из одного города. Каждое дерби – один из этапов долгой войны между фанатами, а не редко и частями города. Сейчас мы расскажем о противостояниях, которые не всегда радуют болельщиков красивым футболом, но которые всегда собирают полные стадионы. Соперничество сербских Цервен и Звезды и Партизаны открывает наш ТОП. Сразу скажу, что оно распространяется не только на футбол, но и на волейбол, баскетбол и даже гандбол. Но все же наибольшие масштабы противостояния приобретает на футбольных матчах. По статистике, 50% всех фанатов в Сербии болеет за красно-белую Цервену, около 32% за партизан. Неудивительно, что стадионы просто ломятся, как столы на праздниках от количества фанатов. Рекорд посещаемости вечного дерби – 108 тысяч человек, а сами трибуны во время игр партизаны и Цервены похожи на филиал ада. И, конечно, все это действие сопровождается неистовым перформансом, жестокими драками, а воздух просто пропитан недовистью одних фанатов к другим. Греки тоже знают толк в громких футбольных вывесках. Олимпиакос, Пантинейкос, главное – афинское дерби. Первых с 20-х годов прошлого века поддерживают в основном рабочие кварталы греческой столицы, за вторых переживают высшие слои общества. Именно классовое различие и стало главной причиной вражды между болельщиками команд. Насколько она серьезна, не стоит и говорить, ведь коктейли Молотова – весьма распространенное средство в спорах поклонников этих клубов. А болельщические секторы во время дерби полностью обтянуты сеткой, ведь, не дай бог, кто-то окажется ни на той трибуне, погромов не избежать. В высших противостояниях Олимпиакос, судя по всему, еще долгое время будет впереди. У этого клуба 76 побед, у Пантинейкоса – 48. Самое старое дерби мира берет бронзу нашего топа. Олдфирм – именно так называется противостояние двух великих шотландских футбольных клубов из Глазго – Селтика и Рейнджерс. Первый матч между этими клубами прошел аж в 1888 году, а к сегодняшнему дню Селтик и Рейнджерс провели более 400 игр. Камень преткновения для фанатов двух команд – это религия. За Селтик болеют выходцы из Ирландии и католики, ратующие за независимость Шотландии. Рейнджерс считается протестантским клубом, болельщики которого выступают за сохранение Шотландии в составе Великобритании. Долгое время из-за религиозных предубеждений за Рейнджерс играли только протестанты, а за любую связь с католиками выгоняли из клуба. Пример тому Алекс Фергюсон, с которым клуб распрощался после того, как он женился на католичке. Поэтому неудивительно, что день дерби между Селтиком и Рейнджерс напоминает Варфломеевскую ночь. Серебро рейтинга берет южноамериканская суперклассика Boka Huniors River Plate. Как выразилось однажды английское издание The Guardian, дерби в Буэнос-Айресе делает старую фирму игрой школьников. 70% всех жителей Аргентины так или иначе симпатизируют одному из клубов. Интересно, что обе команды зародились в одном районе. В начале прошлого века президенты клубов решили, что так им не ужиться в Буэнос-Айресе, и одной из команд нужно переехать. Проигравший ей стал River Plate. Сейчас матчи Boki и River это не просто игра на поле, это целая жизнь. Все остальное в столице Аргентины замирает на 90 минут, пока не прозвучит финальный свисток этого суперклассика. На первом месте настоящая турецкая война, в которую превращается каждый матч между Фенербахче и Галатасараем. Взрывы, драки, пожары – все это предшествует стартовому свистку дерби. Противостояние двух частей света – вот что такое соперничество двух стамбульских клубов. Первый представляет азиатскую часть города, более бедную, второй – европейскую, богатую. Но во время матчей все они забывают о своих статусах и живут одним лишь футболом, стараясь помочь своей команде одержать победу. Наверное, более жестокого и жаркого противостояния в мире больше и нет, поэтому первое место топа практически не подлежит к сомнению. На сегодня все. Не забывайте следить за спортивными новостями города на нашей страничке ВКонтакте. С вами был Артем Мельников. Увидимся в следующее воскресенье. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok